И, друзья, я также сегодня в конце поделюсь словом и предупреждаю, видимо, это слово будет таким прям после всего происходящего достаточно серьезным, поэтому снизойдите, пожалуйста, сразу извиняюсь, если мой тон может показаться кому-то иногда резким. Просто когда помазание приходит, ну, я вот говорю так, как говорю, с абсолютным уважением и почтением каждому здесь находящемуся с огромной любовью к вам, вот, просто порой то, что выходит, оно режет, проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и судит помышления и намерения сердечные. Так вот, я приготовил для вас короткую презентацию сегодня и мое послание будет сначала короткое очень, оно для молодежи, а потом для старшего поколения. Интересно, что сегодня я вот и Дима, который был у нас в эфире, мы стоим на вот этом вот рубеже, так сказать, в России официально считаются молодежью сегодня человек 35 включительно. Мне вот сегодня 35 лет недавно исполнилось, и Дмитрию 35 лет, и поэтому мы еще, в общем-то, молодежь, хотя понятно, что достаточно сильно мы отличаемся от тех, кому сегодня там 16-17 лет. У меня дочке уже 11, вот, поэтому это удивительно. Но когда я вижу молодых людей, которые искренне поклоняются Господу и прославляют Его, Саша, вот, который был также у нас в эфире, он как-то приехал, и с ним приезжала сестра, ее зовут Елена, ей 14 лет, друзья. И она размышляет так вот, вот, просто как, ну, абсолютно, абсолютно взрослый человек на несколько уровней выше, чем вот многие, с кем я общаюсь. Но это тут не вопрос сравнения, просто вот элемент вот этот, 14 лет сестре, и она, я спрашиваю, о чем ты мечтаешь прославлять Иисуса. И это мечта из сердца. Я люблю спрашивать у людей, о чем ты мечтаешь. И вот, когда я спросил у нее, о чем ты мечтаешь, она говорит, прославить Иисус всей своей жизнью, я хочу Его прославлять. В 14 лет человек говорит. Поэтому, слава Господу Иисусу за молодежь. И я вам прочитаю одно пророчество, я его очень люблю, это из книги Рика Джойнера «Жатва». Короткий отрывочек у вас на экране сейчас, а более длинный отрывок я прочту. Он сокращенный, там еще более оно длинное, полное, но я вот основные тезисные моменты выделяю сейчас. Величие этой жатвы крайне удивит даже самых оптимистически настроенных верующих. Даже, друзья, если мы с вами сегодня оптимистически настроены, нас удивит величие этой жатвы. Временами к собраниям с численностью менее 100 человек будет прибавляться по тысяче верующих каждую неделю. Стихийно начинающиеся собрания приведут в движение целые города. В конце концов, они будут заполнять самые большие стадионы вечер за вечером. Во многих регионах самые популярные виды спорта будут в забвении из-за недостатка интереса к ним. Поэтому, если вы сегодня решили свою жизнь всерьез связать с футболом, например, и вы молодой человек, забудьте об этом. Скоро это будет никому толком не интересно. Целые города с тысячами жителей будут заполнять соседние города, чтобы евангелизировать их. В средствах массовой информации доминирующей темой будет жатва, пока это не раздует огонь по всему миру. Опять же, я так сейчас остро сказал, друзья, если вы призваны играть в футбол, ну, может быть, это ваше призвание, но я очень сомневаюсь. Спросите у Господа, потому что лично в своей жизни я вижу все чаще и чаще, что Господь меня отводит, отводит. Я тоже занимался футболом, я занимаюсь спортом, но Господь сводит это к минимуму для поддержания формы, для поддержания своего здоровья, но не для каких-то достижений и соревнований, потому что не для этого призван христианин жить в этом мире. Большие города переживут периоды нулевого уровня преступности, в то время как их жители окажутся под обличением Святого Духа, и свет церкви изгонит тьму из целых регионов. Из многих областей порнография, проституция, наркотики, аборты и пьянство исчезнут без единой статьи в законе. Колдуны, ведьмы, медиумы и даже главари мафии будут склонять свои колени перед Иисусом и с великой радостью принимать спасение. Уличные бандиты будут посылать друг другу Библии в подарок. Тюрьмы станут церквями, которые дадут телу Христову некоторых великих учителей. Некоторые великие учителя христианского мира сегодня находятся в тюрьмах. В определенные периоды времени будет явлена видимая слава Господа, которая будет исцелять каждого, кого она коснется. Сильное присутствие Господа в те дни не будет сравнимо даже с огненным столбом, ведущим Израиль. Представьте себе, представьте себе, дорогие, представьте себе, как это сильно. Явления ангелов будут такими привычными, что о них перестанут говорить как о чем-то значительном. И вот далее, одной из самых необычных характеристик жатвы будет молодость ее делателей. Подростки от 13 до 19 лет будут составлять костяк пробуждения, а дети, которым меньше 13 лет, будут одними из величайших евангелистов. Маленькие дети будут изгонять бесов, исцелять больных, воскрешать мертвых и отводить взрывы ярости одним словом. Некоторые из них возьмут власть над целыми больницами и психиатрическими лечебницами, исцеляя всех больных путем возложения рук на здание. Во время жатвы мир узнает, что дети созданы для чудес и знамений. Ну и конечно, когда я говорю сейчас об этой жатве, это то пророчество о последнем времени, о последнем пробуждении перед приходом Христа на землю. И это то, во что мы входим сегодня как церковь и как мир в целом, друзья. Представьте себе этих детей, которые возлагают руку на психиатрическую клинику, и все бесы убегают оттуда просто с воплем, и нормальные люди остаются в этих заведениях. Представьте себе онкологические центры, куда приезжает ребенок, подросток, возлагает руки на эту стену и говорит, убирайся отсюда, дух рака, во имя Иисуса. Исцеление каждого человека сейчас. Исцеление каждого человека сейчас. Это слава Божья, друзья. Это слава Божья. И нам сложно об этом помыслить, нам сложно это вместить. Но как говорил сегодня Сергей, нам это сложно только потому, что мы живем в этой сатанинской оккупации. Демоны нависли над территориями, они все держат и контролируют. Но если мы свергаем эту власть, то все начинается контролироваться Господом, ангелами, славой Божьей. И тогда совсем все происходит по-другому. Слава Господу Иисусу Христу. Друзья, и вот что я хочу сегодня для молодежи сказать. Две вещи буквально. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я бы с радостью встал на колени сейчас перед каждым из вас, молодые люди, парни и девушки. И сказал бы, пожалуйста, не соглашайтесь с сегодняшней реальностью. Не соглашайтесь с той картиной христианства, которая есть сегодня. Не соглашайтесь с этим отсутствием Божьей славы, с этим бесславием. Не соглашайтесь с этим. Не соглашайтесь с этим. И не допускайте, чтобы вас обманули эти взрослые люди, которые ничего в своей жизни не видят, которым всего в своей жизни хватает и они больше никуда не идут. Они просто строят свои жизни и никуда не идут. Найдите, пожалуйста, как Люба сказала, таких духовных наставников для себя, которые горят огнем Божьим и которые будут, возможно, влиять на то, чтобы и вы горели этим огнем Божьим. Просто не дайте себя обмануть этой мертвечатине, в которой нет жизни. Не дайте себя обмануть. Пусть каждый из вас будет вот как эта девушка, ходящая по воде и ходящая в огне Святого Духа. Друзья, христианство без силы это не христианство. Это жалкая, вонючая, сатанинская копия. Реплика дешевая за 300 рублей. И, к сожалению, многих эта реплика удовлетворяет. Почему? Я могу сказать почему. Да потому что нет настоящей любви к Господу. Потому что если бы эта любовь была, друзья, все бы было по-другому. И да, кто-то просто годами в этом всем живет и уже опыт, и кто-то уже разочаровался. И я много раз слышу, зачем ты даешь людям какие-то повышенные ожидания, они потом разочаруются. Да пусть лучше так, чем всю жизнь жить вот в этом сером, мертвом христианстве. Да, кто-то разочаруется, да, кто-то перегорит, но кто-то придет в славу. А если мы не будем этого делать, все останутся вот на таком уровне, серой массы, под гнетом врага, на постоянной основе. И мы будем учить друг друга Священному Писанию. Силы же его отрекшиеся. Поэтому, драгоценная молодежь, не ведитесь на эту жалкую подделку. Господь призывает в славу. Господь призывает ходить с ним в каждом дне. Вчера, как раз, когда было прославление, и вот Люба с Анной, они его ввели, и в одной из песен была фраза такая, там, что-то, хочу быть ближе к тебе, Иисус. Вот просто обычная фраза, понятная или что-то, ну вот просто обычная фраза, но она настолько как-то, знаете, въелась просто в меня. В том, что, Иисус, я хочу в каждом дне быть реально с тобой, реально с тобой, не в своих представлениях, не где-то там, реально с тобой, реально с тобой, Дух Святой, в каждом дне. Не когда-то один раз там, на выезде, раз в год, куда-то, энкаунтер, и я там вот что-то пережил. Что это такое? Поэтому здесь жажда и ревность, друзья. Жажда и ревность, жажда и ревность. Не соглашайтесь. Пожалуйста, не соглашайтесь. Пожалуйста, не соглашайтесь. Пожалуйста, пойдите дальше. Во имя Иисуса Христа. Второй момент. Посвятите свою жизнь молитве. Любой помазанник Божий, это человек молитвы, не бывает исключений. Не бывает исключений. Если сегодня молитва, а поклонение это тоже молитва, если они не занимают огромную часть, ключевую часть, важнейшую часть вашей жизни, вы никогда не станете Божьим помазанником. От христианских тусовок не приходит помазание, друзья. От христианских игр не приходит помазание, друзья. При этом все нормально. Хорошо быть в общении, хорошо дружить, хорошо там когда-то во что-то играть. Но поймите, если ваша жизнь не будет посвящена молитве, не видать, не видать помазания, как своих ушей. Поэтому вот здесь вот нужно четко это понимать. То есть это объективная реальность. Объективная реальность. Пробуждение на людей просто так не падает. Ну, когда-то кто-то его вымолит, кто-то его отстоит, и оно придет. И оно будет касаться всех, конечно. И Дух Божий будет касаться даже тех, кто особо ничего по этому поводу не делал. Но все равно те люди, которые посвятили свою жизнь молитве и сражению за это пробуждение, на них уровень помазания, он будет настолько сильно отличаться. Настолько сильно отличаться, друзья. Настолько сильно отличаться. И потом кто-то будет кусать локти. А почему я не молился? А почему я не искал Господа? А почему я его не знаю? Потому что это пробуждение для людей, знающих своего Бога. Бог не делает пробуждение с теми, кто где-то там служит и вообще его не слушает. Вообще не имеет никакого коннекта. А сегодня это 90% христианства, если не больше, которые просто служат, потому что вот, ну, надо же служить. Есть у тебя личные взаимоотношения с Господом? Честно скажи себе. Есть у меня личные взаимоотношения с Господом? Мне что-то говорит лично Господь? Или я что-то там услышал в проповеди и только этим двигаюсь? И если нету, друзья, ну, все знают ответ, все знают рецепт. Тайная комната. Добро пожаловать. Добро пожаловать в тайную комнату. Добро пожаловать во взаимоотношения с Господом. Добро пожаловать во взаимоотношения один на один. И потом, когда вот эти люди в тайне, в тайне сформированные, выходят Господь, когда выводит их на арену, и все удивляются, откуда это, откуда это у него, откуда такая сила, откуда он говорит какое-то слово, обычное слово, а там заряд Бога. Это у него не пришло от просмотра сериалов и сидения в соцсетях. Это у него не прошло от просмотра проповедей. Все совершается в тайне. Поэтому, да будет тайная комната, дорогие, да будет тайная комната у каждого из вас. Это железный рецепт. Вы не обойдете, вы не обойдете хождение в Божьей славе, минуя тайную комнату. Поэтому, пожалуйста, посвятите также свою жизнь молитве. Посвятите свою жизнь молитве. Еще один момент, очень важный. Опять же, часть этого я высветил на экране, а полный текст прочту здесь. Мы должны вернуться к нашей первой любви и к радикальному принятию библейского христианства. Сегодня такой день, что если мы откажемся встать бесстрашно за новый порядок, мы будем отстранены от участия в нем. Тот, кто противится переменам, вскоре будет сметен ими прочь. Также ясно, что когда бы не возникал новый духовный порядок, старый порядок будет стремительно его стремиться, его уничтожить. Подобно царю Саулу, предшественнику царя Давида, потерявшего своего помазания, обезумеют от ярости к молодым лидерам и имеющим его. Они будут бросать в них копья в виде обвинений и клеветы и будут делать все возможное для их уничтожения. Мы не должны беспокоиться из-за этого. Мы должны знать друг друга по духу, а не по слухам, чтобы и нам не увлекаться, не увлечься некоторыми безумствами этих времен. И тоже очень интересно, друзья. Очень интересно. Это стоит понимать. Так всегда было и так всегда будет. Это факт. Есть люди, которых, возможно, даже было когда-то помазание Божье. Есть люди, которые сейчас носят помазание Божье. И хорошо, если те, кто его носили, продолжают его носить. Слава Господу Иисусу! Но если они не продолжают его носить и сталкиваются с помазанием Божьим, то для них это подрывает все. Потому что этих людей начинают слушать, а их начинают не слушать. Пожертвования редеют, потому что люди уходят куда-то. Потому что надоело слушать то, что не питает. И начинается война. Начинается война. Вчерашнего христианства, которого нет сегодня помазания. И сегодняшнего христианства, которое идет в огне Святого Духа. И поэтому здесь двойное предупреждение, друзья. Для вас, драгоценные молодые люди, нужно понимать, что это будет неизбежно. Практически неизбежно это будет. И поэтому, когда вы начинаете двигаться в пробуждении, вы особенным образом начнете переживать на себе атаки демонического мира. Причем достаточно серьезные. Поэтому необходимо учиться духовной брани. Необходимо жить в чистоте. Друзья, это действительно серьезная разница. Вот если вы находитесь сегодня в пробуждении, и идете в пробуждении, и если вы не идете, и вот попробуйте, если не идете, начать идти. Я могу сам засвидетельствовать лично, что уровень атак удвоился примерно, наверное. Но это же классно. Это же классно. И вот этот Дух Победоносный, ты понимаешь, ты идешь туда, поэтому давят еще сильнее. Слава Господу Иисусу! Пойдешь ли ты обратно? Трусов никто никогда... не благословит. Если вы хотите отречься от пробуждения, отречься от своего призвания, и плясать под дудочку сатаны, под дудочку религиозного духа, заключить с ним мир, поднять белый флаг, сказать сатана, давай я тебя не буду трогать, ну и ты меня вот просто не трогай. И второе, друзья, это к тем людям, которые сегодня не имеют живых взаимоотношений с Богом, и когда видят живые взаимоотношения с Богом, у них внутри начинает что-то вот шевелиться. А как же так? А почему? А кто это такой? А откуда он взялся? А что же? Что же это? Что же это? Давайте мы запретим его слушать. Давайте мы запретим, давайте мы польем на него, вот что его там отлучили отовсюду, что он такой-то негодяй, пусть вот всеми путями, пускай меня слушают, вот меня пускай слушают, моя паства меня пускай слушает, а больше никого не слушает, потому что только я помазанник Божий на земле, и только я имею право говорить в твою жизнь, ведь ты в мою поместную общину ходишь, вот и сиди, и слушай только меня. Та манера, в которой я сейчас говорю, это прививка, вакцина от религиозного духа, потому что я понимаю, что это раздражает очень. Еще одно, еще одно, друзья, также короткий текст на экране, полный прочту здесь. Многие из наиболее помазанных служений последних дней сейчас находятся в детском возрасте, а так как он это писал, друзья, по-моему, где-то в 90-х или в начале 2000-х годов, эту книгу, значит, сейчас эти люди, эти служения появляются как раз, они выходят в эфир непосредственно. Другие уже имеют власть и силу вносить изменения в церкви. Мы должны быть открытыми к тому, чтобы предоставлять им должное место как членам тела. Однако нам надо помнить, что Господь не хочет сделать их такими же, как мы. Он хочет сделать нас, как они. Они являются теми, кто знает, как войти в царство. Дорогие, это обращение сейчас к старшему поколению. Не надо думать, что мы с вами все знаем. А я себя сейчас честно отношу-то больше к старшему поколению. Я с молодежью особо-то не работаю. В школе молитвы учатся взрослые люди, многие из них старше меня в два раза. При этом, друзья, относя себя к старшему поколению, я понимаю, что я ничего не знаю, как должно знать. И когда Господь поднимает, поднимает, поднимает людей, и они выходят на арену, все, что от меня требуется, отойти в сторону, благословить и сказать вперед во имя Иисуса Христа. Давай, иди, жги для Господа. Поэтому не мы, не они должны стать такими, как мы, религиозниками, не знающими славы. Давайте признаем, что наше поколение славы не видело. Кто-то там в 90-х зацепил. Сейчас кто из вас живет в славе Божьей по-настоящему? Так чему я могу научить вообще? Чему я могу научить? И здесь, конечно, нужна мудрость. Большая мудрость. Не нужно иметь бунт по поводу людей, потому что драгоценная молодежь, поймите, пожалуйста, мы, как старшее поколение, очень стараемся, многие, ищем лицо Господа, действительно, стоим в молитвах, постах и так далее. Мы действительно этого хотим. И чему-то действительно мы можем научить сегодня, какую-то мудрость передать сегодня. Но Дух Святой созидает Церковь, и Дух Святой созидает пробуждение. Единственное, чему бы хорошо было нам, пожалуй, вас научить, это слышать Господа и искать у Него ответа. И кроткое и смиренное сердце иметь, что у нас в свою очередь часто слабенько так получается. Поэтому простите нас, пожалуйста, простите нас, пожалуйста, что мы не являем из себя тот пример, который должны являть. Простите нас, пожалуйста, что мы не являемся теми людьми, за которыми хотелось бы идти. Слава тебе, Господь Иисус! И пусть поднимутся зрелые духовные отцы и матери, которые будут иметь отцовское сердце, которые не будут реализовывать свои личные амбиции, но которые будут служить, которые будут покрывать, которые будут молиться и которые будут отходить в сторону и говорить, Господь, это твой выход, через кого ты захотел выйти, выходи, пожалуйста. Слава Господу Иисусу! И, друзья, сейчас мы помолимся с вами о всем том, о чем я вам говорил. знаете, прежде чем мы начнем молиться, молодое поколение, я еще хочу вам бросить один вызов. Вот я сказал про молитву, я сказал про молитву, и я могу поделиться таким коротким анти- анти-свидетельством своей молодой жизни. К сожалению, я покаялся в 27 лет. Мне было 27, когда я пришел к Господу. Если бы мне было лет 20, ой-ой-ой-ой-ой-ой, но мне было уже 27. А когда мне было 20, я учился в военном институте. И в одном из своих отпусков у меня был отпуск 42 суток. 42 суток. 34 ночи я провел в ночных клубах. 34 из 42. Остальные ночи я не провел в ночных клубах, только потому, что в те дни они были закрыты в понедельник и вторник. Они работали со среды по воскресенье. 34 ночи из 42 я провел в ночных клубах в 20 лет. Я знаю, насколько мощный организм в 20 лет. Сегодня мне 35 и порой на неделе есть 3 ночных молитвы. Так вот, вы можете больше. И это не для того, чтобы вы по плоти пытались что-то заслужить. Но, друзья, если вы хотите великих плодов, если вы хотите великого помазания, это не 15 минут молитвы в день. Поэтому станьте молитвенным воином. Минимум час в день молитвы. Минимум час день молитвы. И благословляю вас это сделать. Господь, мы благодарим тебя. Благодарим тебя и славим. Боже, ты достоин чести, ты достоин славы, ты достоин всего, ты достоин нашего полного посвящения, ты достоин того, чтобы мы вообще не спали, надо. Боже, достоин того, чтобы мы не ели, не спали, ничего не делали, кроме как искали тебя, искали твое лицо, поклонялись тебе, молились тебе, Боже, и совершали дела царства, потому что ты такой невероятный, Господь, мы благодарим тебя за то, что ничего этого от нас и не требуется, мы не под законом живем, но под благодатью, навлечет. Мы молимся за молодежь России, мы молимся за молодежь наших стран, Господь, молимся о том, чтобы твоя любовь она захватила каждого человека, чтобы твоя любовь она разрушила, Боже, все, что стоит на пути, чтобы сокрушена была всякая ложь, и чтобы каждый молодой человек, каждая молодая девушка, они пережили твою любовь, чтобы все, что нужно было в жизни, это ты и только ты, чтобы все ушло на второй план, чтобы ничто не было интересно, поднимай этих, которые заквашены просто тобой, тотально, которые целиком и полностью принадлежат тебе и хотят только тебя, и без разницы им на этот мир, они хотят больше славы, они хотят больше силы, они хотят больше помазания, и все это они хотят не для того, чтобы себя прославить, но потому, что славы, наша молодежь это поколение славы, поколение пробуждения во имя Ишуа, мы провозглашаем это в духовный мир, и говорим тебе, ты дьявол, отпусти молодежь во имя Иисуса, мы запрещаем тебе воровать эти жизни, мы сокрушаем сейчас все замыслы врага против молодежи, во имя Иисуса, не смей прикасаться к ним наркотиками, не смей прикасаться к ним всякими извращениями, не смей прикасаться к ним алкоголем и сигаретами, не смей прикасаться к ним сквернословиям устава имя Иисуса, не смей прикасаться к ним, мы провозглашаем защиту крови Иисуса на молодежи России, на молодежи наших стран и говорим это принадлежит Господу, запрещено тебе всякий дух обольщения, всякий дух нечистый прикасаться к нашей молодежи господь мы посвящаем тебе молодежь россии и молодежь наших стран как те которые уже боже имеют что-то но мы говорим также что мы еще ничего не знаем как должна знать прости нас господь когда мы пытаемся умничать когда мы пытаемся человеческие свои умствования выдать божий когда у нас спрашивает кто-то что-то и мы даже не молимся даже не спрашиваем у тебя но выдаем свой советик то как я вижу да какая разница как я вижу важно как бог смотрит на это боже дай нам прийти в эту позицию где мы понимаем что да ничего я не знаю только бог может сказать тебе в эту ситуацию и я либо могу передать тебе то что говорит бог либо я заткнулся слава тебе господь слава тебе господь мы благословляем старшее поколение духом смирения и кротости и пусть придет настоящее сыновство и отцовство чтобы поколения были примирены чтобы они действовали в синергии господь поднимая этих отцов и матерей поднимая их во имя ишуа и пусть они будут также ходящими в славе чтобы они не только могли опекать но могли и быть примером поднимай боже примеры твои из среды молодежи сегодня огненных делателей ходящих в огне святого духа и в помазание твоем боже и сохрани их сердца от всякого обольщения от всякого искушения и гордости пусть гордость не прокрадется в их сердце во имя иисуса мы провозглашаем защиту крови иисуса на сердцах молодежных лидеров чтобы не пришло это надмение от того что смотрят на тебя тысячи человек да какая разница кто на тебя смотрят иисус важен славим тебя наш царь славим тебя славим тебя пусть этот огонь он разгорается сейчас разгорается сейчас пусть этот огонь сходит на каждого кто будет смотреть этот эфир то сейчас смотрит его боже донеси этот эфир до тех людей которые должны его увидеть захвати их дух захвати их сердце и пусть эта передача огня произойдет прямо сейчас прими огонь неси огонь и раздувай этот огонь чтобы он горел все ярче и ярче и во имя иисуса христа аминь слава господу иисусу